Стримы Fego, паблик посвященный играм, в особенности проектам Blizzard, таким как Hearthstone. На нем вы можете найти новости из игровой индустрии, заметки о событиях в популярных онлайн играх и многое другое. Также автор постоянно проводит стримы на Твиче, так что не пропускайте, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь! За что я люблю консоль шестого поколения, так это за большой выбор платформеров. Тогда еще этот жанр был востребованным, хотя испытывал некоторые проблемы. Причиной тому послужили слабые или же откровенно смелые эксперименты некоторых компаний, проекты которых остались недооцененными широкой аудитории. Одни получили смешанные отзывы заслуженно, другие же достойны более глубокого знакомства, так как есть с них интересные идеи. Так или иначе, на канале Mugamer мы еще не раз будем обращать внимание на игры, которые не на слуху. И сегодня я предлагаю поговорить о Whiplash, подгон от Crystal Dynamics, во многом вдохновленный Гексом. Что с ней не так и стоит ли она внимание сегодня? Узнайте из этого обзора. И прежде чем я начну, я хочу попросить вас поддержать это видео лайком. Заранее спасибо! Некая корпорация зла проводит тайные эксперименты над животными. И в Whiplash нам предстоит побывать в шкуре двоих невезучих, белки и кролика. Так сложились обстоятельства, что им вместе, буквально скованными, предстоит пройти этот нелегкий путь, чтобы обрести свободу, а заодно спасти своих друзей по несчастью. Играя за Спэнкса, нам нужно пройти через бесчисленное количество комнат, поскольку придется находиться внутри здания, принадлежащего компании. Помогать добровольно принудительным будет нам Редмонд. И этого кролика-бедолагу жаль больше всего. Чего только не перенесет наш пушистый герой. Его много раз зажарят, окажутся внутри щитка с высоким напряжением и все ради великой цели. Собственно, сам он служит неплохим оружием. Даже своеобразные пауэрапы будут. Способности силы зверяка возрастают подчас высокой ценой. И все это обыграно с юмором. Идейный вдохновитель проекта оказался Ной Хьюз. Он также, так или иначе, принимал участие в жизни трех игр Гекса в разные роли. А дизайнеры, разработавшие внешний вид наших героев, ранее отметились таким проектом, как Mad Dash Racing на Xbox, отчего Whiplash тоже выглядит как комичный мультфильм. Здесь придется очень много бегать, разгадывая головоломки, суть которых в основном сводится к открыванию различных дверей при введении механизмов в действие. Одни головоломки достаточно простые, проходятся на одном дыхании, как само собой разумеющееся. Другие же заставляют понервничать и раздражают необходимостью бегать из комнаты в комнату, чтобы понять правильную последовательность действий. Периодически будут попадаться служащие лаборатории и охранники. Конечно же, видя нас, они приходят в самое настоящее бешенство и предстоит с ними сражаться. Хотя Редман неплохо справляется в качестве подручного средства бою, все же охранники надоедливо блокируют наши атаки, что прямо-таки бесит иногда. Дабы немного разрядить обстановку и подлечить наши с вами нервы, игра предлагает одну очень приятную вещь – ломать все, что встретится на пути. Так можно разбомбить всю собственность корпорации. Столы, стекла, двери, специальное оборудование, да буквально все. При этом счетчик, показывающий финансовые потери компании, задорно крутится, умиляя своим числом шестью и более нулями. По большому счету это мало на что влияет, но все же вполне приятный элемент геймплея. Как я уже подмечал, бэктрекинга будет немало, что не так часто бывает в платформерах подобного толка. Более того, в ней куча самых разных задач, выполнять которых совсем не обязательно. Можно пройти всю игру и не выполнить и половины этих побочных заданий. Я бы и рад обратить больше внимания на них, но виной тому крайне неудобная карта локаций. Выполнена она в таком непонятном кривом 3D, где по-настоящему трудно ориентироваться и понять, как пройти до нужного места. На мой взгляд, куда проще было бы сделать простую карту, какая была в том же Super Metroid, ведь во многом WePledge старается повторять идеи этой известной игры. Когда нам становятся доступны новые возможности, тогда можно и смело отправляться в ранее закрытые места. Но как их отыскать, это уже другой вопрос. Странно, но графика в игре сильной стороной не является вовсе. Выглядит она как ранняя игра на PS2 и откровенно слаба даже по меркам своих лет и системы. Низкополигональные модели людей бросаются в глаза и могут вызвать легкое чувство отвращения у тех, кто редко заглядывает в ассортимент игр из нулевых, отдавая в основном предпочтение новинкам. Внешний вид окружения тоже не блещет детальностью или гениальным дизайном, все довольно просто. Однако, здесь ставка сделана на юмор. Уверен, незамысловатые модельки людей и неказистое окружение по задумке разработчиков должно стать частью комичной мультяшной игры, что состоит целиком и полностью специфического юмора, который вряд ли оценит юный игрок. Но учитывая слабые геймплейные аспекты и спорные механики, результат получился не впечатляющим. Отличная задумка двух животных, скованных вместе одной судьбой. Местами смешные сценки, но в целом она играется и ощущается не так весело и разнообразно, как могла бы быть. Даже ряд заданий не дает мотивации бродить бесчисленное количество часов по однотипным коридорам, пытаясь по чудо-карте понять, как пробраться до нужного места, чтобы сломать специальную консоль безопасностью охранника. Нет уж, извините. Вот так хорошие идеи рушатся из-за слабой реализации. Хотя многие технические аспекты игры в порядке, платформинг, управление, боевая система, это не помогло Увейплея стать популярным платформером и заметной игрой своего времени. Она будет интересна тем, кто изучает библиотеку Xbox и PlayStation 2 игр на предмет необычных тайтлов. Всем остальным я бы эту игру рекомендовать не стал. Это поколение игровых систем богато на причудливые игры, и в будущем мы разберем еще множество достойных проектов. А вы пишите в комментариях, на какие игры хотели бы увидеть обзоры в будущем. Поддержите этот выпуск лайком и подписывайтесь на канал. Также посетите мой профиль в инстаграм, каждый день я выкладываю посты, которые наверняка порадуют любого геймера и коллекционера. Спасибо за ваше время, друзья. Увидимся уже скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok